Авторское мнение. Колонка главного редактора газеты «Минский курьер» Кирилла Казакова. Слушать ACDC или Шакиру, да и того же Моргенштерна. На этой неделе пошли с женой на выставку, Светлана Жегемонт. Очень мне понравилось, я не профессионал, но скорее сторонний наблюдатель. Про художественную суть не скажу, а вот детали полотен, описывать их не буду, иллюстраций полно и в соцсетях, и собственного дворца искусств, меня зацепили. Я стоял и просто вспоминал август 20-го уже со своим расписанием тех дней. Как это в современном мире бывает, фотоотчет выложил в соцсети. И снова удар, что, дескать, Жегемонт не Мане. Но не Мане и что? Так и соцсореализм не Айвазовский. Я сейчас не про картины, я про то, почему вдруг все беглые решили, что они имеют эксклюзивное право на достижение всей цивилизации. Или логика позволяет только вернуться во времена дефицита в СССР. Так мир сейчас иначе сложен. И в музыкальный театр на оперету по пьесе французского автора, которую сыграют на итальянских музыкальных инструментах, я обязательно схожу. Логика отмены всего русского почему-то обязывает и мне отказаться от всего европейского. Так я не хочу. От идеологии не откажусь. Но история Римской империи и французской революции такая же ваша, как и моя. И Гашика, и Римарка я буду читать, не глядя на запреты. У нас во врагах политики, а не нации или искусства. В Польше и на Украине жгут русские книги. В Швеции и Германии отменяют концерты русских пианистов и балалайщников. Но на фоне идиотских поступков политиков это даже не кажется маразмом. Ну замкнулась Европа сама на себе. Ну и отлично. Вещизм это тоже чисто западное. С одной стороны здорово, что они умеют производить бусы, с которыми к индейцам ездили. С другой стороны, кроме бусов бывают и другие ценности. Разум, например, совесть, честь. Я к цивилизации потребления отношусь нормально, однако понимаю, что ради нового телефона вряд ли пойду на предательство или кражу. Здесь дело, как мне кажется, в воспитании. Так ведь и с целыми нациями. Помните, чем брали в 90-х? Джинсами, кроссовками, банками лимонада, жвачками. Так то же самое попытались у нас отобрать весной этого года. Бренды уехали, джинсы пропали. Но время поменялось и все уже это неотъемлемая часть цивилизации Земли. Вместо немецких автомобилей пришли китайские. Вместо американских джинсов турецкие или белорусские. Если бизнес понял, что заставить выйти людей из-за отсутствия модных штанов не получится, то тут и подключились наши беглые, которые решили, что будут нашей совестью. Так я скажу так. В Польше действительно плохо без белорусской картошки и яблок. Но фоточки на американский телефон получаются классными именно в Беларуси. Авторское мнение. Колонка главного редактора газеты «Минский курьер» Кирилла Казакова. Продолжение следует.